На базе коррекционной школы-интернат села Ермолаева состоялся республиканский семинар для руководителей коррекционных школ и заведующих психолого-медико-педагогических комиссий Республики Башкортостан. Тема семинара – профилактика отклоняющегося поведения у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Участников семинара приветствовал начальник отдела образования Лира Терегулова. Мне хочется пожелать всем вам, чтобы вы отсюда уехали с теплыми воспоминаниями о нашем обладе учреждения, об этом коллективе, потому что каждый здесь работающий – это действительно трудяги, они молодцы, они работают каждый день для того, чтобы сделать для наших детей все самое лучшее, отдать все свои силы. И мне хочется, чтобы вы по достоинству отметили их сегодняшний труд, то, что вы увидите, и возьмете для себя то, чего нет у вас, может быть. После короткого знакомства и введения в тему, все 48 участников семинара были распределены по секции, каждая из которых посетила занятия педагогов школы-интерната. В рамках мероприятия были представлены общеобразовательные занятия, уроки трудового обучения и коррекционные занятия. По мнению участника семинара, главного специалиста-эксперта специального образования Министерства образования Республики Башкортостан Любови Еремеевой, в последнее время специальному образованию, то есть работе по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, уделяется все больше внимания. И подобные семинары дают уникальную возможность их участникам приобрести опыт других педагогических коллективов, каждому из которых есть чем поделиться с коллегами. Для того, чтобы работа наших педагогов в коррекционных учреждениях с данной категорией обучающихся совершенствовалась, мы и практикуем проведение таких вот республиканских семинаров и педагогических чтений, конференции проводим. Семинары, которые проходят на базе коррекционных учреждений, традиционно мы практически два раза в год проводим. И по определенному плану, графику, просещаем разные коррекционные учреждения вместе с директорами коррекционных школ. А также в последнее время привлекаем и заведующих психологами, медико-педагогическими комиссиями, которые определяют образовательные возможности детей, определяют их образовательный маршрут. Последний раз мероприятие такого уровня в Ермолаевской коррекционной школе проводилось 8 лет назад. И сегодня Любовь Ивановна, вспоминая свои впечатления от той встречи, делится новыми. И специалисты наши, и я, конечно, к ним присоединяю свое мнение, всем очень и очень понравилось. В Ермолаевской школе-интернате работают специалисты, которые знают особенности коррекционной педагогики и применяют их в своей работе. Коррекционная педагогика здесь на коне. Вот судя по тем двум мероприятиям, которые мы сегодня уже посетили, и судя по тому, как нас сегодня директор школы-интерната Заболотный Владимир Валентинович встречал, не переставая удивлять, эта традиция сохранилась, и, по-моему, коллектив сейчас пошел еще дальше. Одна из тем семинара – профилактика суицидального поведения детей. Этот вопрос в первую очередь предмет внимания психолога медико-педагогических комиссий, а также школьных психологов. Отсутствие последних в педагогическом штате общеобразовательных школ, по мнению заведующего республиканской психолога медико-педагогической комиссии Мария Мерсояповой, снижает эффективность решения этой проблемы. Я не могу не сказать о проблеме, которая нас волнует всех специалистов по МПК. Это то, что в результате оптимизации из школ ушли психологи. Вы знаете, эту деликатную тему, проблему, с ней могут работать только подготовленные профессионалы, именно психологи. Даже учителя, имеющие высшее образование, он не всегда знает, как подойти к ребенку и как помочь ему. И поэтому мы обращаемся, пользуясь случаем, к директорам школ, к отделам образования наших районов. Давайте будем вместе помогать нашим детям. В первую очередь нам надо оказать им грамотную, профессиональную, психологическую помощь. Без этого мы не сможем решить эту проблему и неподготовленными руками мы можем нанести очень большой вред нашим детям. Работа семинара продолжалась до самого вечера. В программе были и экскурсии в музей имени Пушкина, деревни Шабагиш, и посещение воспитательских часов, мастер-классов и концерт, подготовленный воспитанниками интерната. Елена Камская, Владимир Кузьмин. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok